Начинаем с информации о пожаре, который случился сегодня утром в центре Новосибирска. Густой дым повалил из подвала здание, где располагаются районный суд и русская классическая школа. До приезда огнеборцев на улицу самостоятельно эвакуировались 165 человек, большая половина из которых дети. Многочисленные интернет-паблики сегодня выдали новости с громкими заголовками. В Новосибирске горит здание суда, перекрыты две улицы. Управление судебного департамента поспешило опровергнуть эту информацию. В административном здании на улице Максима Горького действительно случилось огненное ЧП. Но не в той части, где работают служители Фемиды, а во второй половине, принадлежащей сторонней организации. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из подвала шел дым. В 12 часов 30 минут открытое горение ликвидировано на площади 50 метров квадратных. Тушение пожара осложнялось в наличии большой пожарной загрузки. Подвал был предназначен для хранения архивной документации коммерческой организации. Тушили тлеющие бумаги 37 огнеборцев и 12 спецмашин. В разгар рабочего дня в находящемся внутри образовательном учреждении и суде были десятки людей. К счастью, обошлось без пострадавших. Стоит добавить, что в сводку происшествий здание на перекрестке улиц Горького и Каменской попадает не впервые. В марте 2018 с 4 этажа выпрыгнул осужденный. Водителя приговорили к реальному сроку за наезд на пешехода. Услышав решение Фемиды, он решился на побег, приземлился в сугроб и пустился на утек. В ходе преследования у дома номер 93 по улице Чеклыгина указанный гражданин был задержан и доставлен в Центральный районный суд города Новосибирска. После чего был передан сотрудникам конвойного подразделения. А весной 21-го на территории Центрального суда и вовсе произошло убийство. При попытке к бегству был застрелен один из обвиняемых. 19 апреля уголовника со стажем привезли на заседание по продлению стражи. При выходе из автозака задержанный за торговлю наркотиками оттолкнул женщину-конвоира. Увидев в руках арестанта самодельный нож, коллега пострадавший открыл огонь на поражение. Злоумышленник при конвоировании его в Центральный районный суд напал на сотрудницу конвоя, повалил ее на пол, после чего приставил к ее шее металлический фрукт, угрожая при этом убийством. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Спустя некоторое время следователи прекратили уголовное дело в связи со смертью фигуранта. Предъявить обвинение было некому. Что касается сегодняшнего пожара, его причины выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства.